2 сентября, 6 утра. На Октябрьской, 144. Сон жильцов нарушает запах беды. Горит квартира на пятом этаже. Из окна валит дым. Соседи набирают номер 101. Тревожный голос трубки оповещает о ЧП. Через несколько минут спасатели начинают ликвидацию. А что вы слышали утром? Я утром пришла только в 9 часов. Соседи сказали, что в 5 часов услышали шум пожарных. Когда это все произошло? Может, это ночью произошло? Ничего. Сказать об этом человеке плохого ничего не могу. Очень хорошая женщина. То есть, не дебошка, ничего. Но иногда выпивала. Свидетели говорят, внутри хозяйкам. Пожарные делятся на две группы. Первая по лестнице поднимается на пятый этаж. Вторая попадает в квартиру через балкон. Мебель, техника, огонь повредил практически все в квартире. После него беспорядок и разрухом. На площадке кровь, разбито стекло. Женщина мертва. Ну вот, у них была вечеринка, видно. Там было какое-то веселье и все, и получается. Она, я так понимаю, легла в кресло и была пьяная. И, соответственно, начала курить. И вот произошел результат. Собаку жалко, потому что у нее собака хорошая. Всем двором кормили. Курила, вот. Сгорела. Это все курила наша. А его не было дома. Ну и выпивала. Это сто процентов. Следы происшествия видны с улицы. Обуглина оконная рама. На земле все, что осталось от мебели. Одна из версий ЧП – курение в постели. Спасатели проникли в данную квартиру и ликвидировали возгорание. Спустя некоторое время звеном газодымозащитной службы было обнаружено тело женщины на полу в ванной комнате. Женщину вывели на свежий воздух, передали в руки медикам. Однако те в течение нескольких минут констатировали смерть. МЧС напоминает. Каждый второй пожар происходит по вине неосторожного обращения с огнем при курении. В Могилевской области с начала 2021-го произошло 534 происшествия. Погибло 64 человека. В Бобруйске 40 ЧП и 4 смертельных исхода. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов. Бобруйск, 360.